Спорт – норма жизни. Такого девиза придерживаются ульяновские молодые борцы. Теперь их тренировки проходят в светлом, обустроенном и новом комплексе. Центр спортивной борьбы в новом городе официально открыт. На церемонии открытия первые лица региона ИПФО, именитые спортсмены и, конечно, сами молодые таланты. Те, для кого и строилось здание. Открытие совпало с международным форумом «Россия – спортивная держава». По видеосвязи губернатор Алексей Русских первым из всех глав доложил президенту Владимиру Путину о готовности объекта. Спортивная общественность, все жители региона благодарят вас за эту поддержку. Я уверен, что наши ульяновские спортсмены будут достойны своих великих предшественников. В церемонии открытия приняли участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко и полпред президентов ПФО Игорь Комаров. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску. Строители, инженеров, наши компании коммерческие, которые, я вижу, там висят определенные плакаты с названием этих компаний, которые принимали в этом деятельное участие и поддержали. Конечно, руководители регионов, муниципалитетов. Люди давно ждали открытия этих объектов. Центр борьбы будет носить имя Виталия Константинова, олимпийского чемпиона по классической борьбе 1976 года и почетного гражданина области. Виталий Викторович признается, что очень рад за нынешнюю молодежь, ведь ребята могут заниматься в таких современных условиях. Это новый микрорайон. Вы видели, сколько домов здесь высотных. Детей здесь много. Они же не имели возможности заниматься борьбой. А сейчас, пожалуйста, приходи, пускай приходят, занимаются. И для родителей есть рядом зал для общефизиорского развития. В двухэтажном фоке смогут тренироваться дети от 6-7 лет. Заниматься ребята будут в большом зале площадью более 700 квадратных метров. В дни соревнований в зале смогут комфортно разместиться 500 человек. Также в арсенале Центра борьбы тренажерный зал, зал для единоборств, соляная комната, массажный кабинет, раздевалки с душевыми. Прекрасный зал. Все условия здесь созданы для занятия спортивной борьбой как и девочек, так и мальчиков. Еще раз подчеркну, что все условия здесь есть. Здесь и раздевалки прекрасные, здесь есть зал ОФП с тренажерами, с новыми. Таких залов, в таких условиях еще в нашем городе не было. Это очень хороший зал для... ну, качалка очень хорошая, очень хороший ковер, просторный. Очень хорошо заниматься. Моя цель – выиграть Олимпийские игры, и я все положу, чтобы это сделать. На базе комплекса ульяновцы смогут посещать секции по боксу, кикбоксингу, спортивной борьбе, дзюдо, самбо, карате и тхаквандо. Напомним, проект Центра ранее получил поддержку сенатора Александра Карелина и президента Федерации борьбы России олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили. Общая сумма строительства – более 130 миллионов рублей. Закуплено оборудование на 6 миллионов рублей. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Анна Тищенко, Улправда ТВ.